Деление с остатком С предыдущих уроков вам известно первое условие деления с остатком Остаток должен быть меньше делителя Рассмотрим задание номер 308 на странице 76 В котором предлагаю вам проверить правильно ли выполнены деления с остатком 70 537 разделить на 54 равно 1306 остаток 17 33 367 разделить на 164 равно 203 остаток 75 Правильно ли вы выполнили это задание? Давайте проверим 70 537 разделить на 54 равно 1306 остаток 17 Умножаем 1306 на 54 получаем 70 524 К произведению прибавляем остаток 17 получаем 70 541 Давайте сделаем вывод Первое выражение решено неправильно Рассмотрим следующее выражение 33 367 разделить на 164 равно 203 остаток 75 Умножаем 164 на 203 получаем 33 292 К произведению прибавляем остаток 75 получаем 33 367 Давайте сделаем вывод Второе выражение решено правильно Выполним номер 309 на странице 76 Где сказано найти делимое, если известно, что делитель 34, частное 8050, остаток 12 Также делитель 46, частное 3080, остаток 35 Прежде чем приступить к заданию, давайте вспомним второе условие деления с остатком Если частное умножить на делитель и прибавить остаток, то должно получиться делимое Рассмотрим первое числовое выражение, найдем делимое 8050 умножим на 34, получим 273700 Прибавим остаток 12, получим 273712 Выполним проверку 273712 разделить на 34 равно 8050, остаток 12 Рассмотрим второе числовое выражение и найдем делимое Если делитель 46, частное 3080, остаток 35 3080 умножаем на 46, получаем 141680 К произведению прибавляем остаток 35, получаем 141715 Выполним проверку 141715 разделить на 46 равно 3080, остаток 35 Давайте подведем итог нашего урока Какую тему изучали сегодня на уроке? Правильно, деление с остатком На следующем уроке мы продолжим изучать тему деления с остатком Вы сегодня плодотворно потрудились Предлагаю вам выполнить домашнее задание А именно, решить примеры, выполнив проверку номер 313 на странице 76 И решить уравнение номер 314 на странице 76 Наш урок закончен, спасибо вам за работу Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем с вами урок русского языка для учащихся 4 класса Тема урока «Повторение текст» Сегодня на уроке мы с вами повторим понятие текст, признаки текста Вспомним виды текстов Научимся распознавать виды текстов Повествовательные, описательные, тексты и тексты рассуждения Сейчас зачеркните из цепочки все буквы, обозначающие звонкие согласные звуки И прочитайте название темы урока Проверяем Текст Прежде чем приступить к работе с текстами Назовем, что такое текст и перечислим признаки текста Текст – это высказывание, в котором два или несколько предложений Предложения в тексте объединены общей темой и связаны по смыслу Текст имеет свою тему и главную мысль Его можно озаглавить Тема текста – это то, о ком или о чем говорится в тексте Главная мысль – это то, главное, о чем хотел сказать читателю автор Части текста – начало, как бы готовит читателя к чтению Основная часть – говорится о том главном, о чем хотел сказать автор И концовка – завершает текст Каждая часть текста пишется с красной строки Вспомним, какие виды текстов мы знаем Текст повествования – рассказ о каких-либо событиях или явлениях Текст описания – описание предмета или явления И текст рассуждения – объяснения или доказательства чего-либо Прежде чем рассмотреть разные виды текстов, угадайте, о ком будет идти речь в текстах Кто два раза родился – в первый раз гладкий, во второй раз мягкий Верно, это птица Проведем словарную работу Запишите названия птиц, представленных на фото Обратите внимание на правописание данных слов Сверистель, воробей, соловей, канарейка, сойка, удод Прочитаем текст о свиристелях и ответим на вопрос К какому виду текстов относится этот текст? Какой вопрос можно задать этому тексту? Сверистели Сверистели прилетают к нам с севера и остаются на всю зиму Окраска у них розовая, крылья черные с яркими желтыми полосками На концах перьев на голове разбросаны красные пятнышки Очень нарядная птица Перышки у свиристелей коричневато-розовые, хвост и крылья черные с белыми и желтыми малиновыми полосками Но особенно хорош хохол на голове, как будто лихо зачесанный к затылку Поют свиристели негромко, обычно нежно посвистывают или чуть-чуть шипят За эту ласковую песенку и прозвали этих птиц свиристелями Сверистели очень любят рябину Ее ягоды и зимой висят большими красными гроздьями Как опустится стайка птиц на дерево рябины, так и не улетит, пока все ягоды не склюет Проверим В тексте о свиристелях автор описывал этих птиц Их пение, внешний вид, пищевые предпочтения Это текст описания Прочитаем следующий текст и ответим на вопрос К какому виду текстов относится этот текст? Какой вопрос можно задать этому тексту? Почему воробьи выбирают для ночлега самые освещенные места? А вот почему К зиме филины, сычи переселяются из лесов на окраины городов и нападают на птиц На голых деревьях, в темноте, они легко находят себе добычу Это и заставляет птиц прятаться зимой от хищников в центре города Хищники не прилетят сюда, яркий свет ослепляет их Проверим В этом тексте о воробьях автор объясняет, почему птицы выбирают для ночлега самые освещенные места Это текст рассуждения Прочитаем следующий текст и ответим на вопрос К какому виду текстов относится этот текст? Какой вопрос можно задать этому тексту? Название канарейка и индюк связаны с названием родины этих птиц Канарейка водится на Канарских островах Оттуда еще в 16 веке их привезли в Европу Родина индюков Америка, которые первоначально ошибочно назвали Индией Слово индюк имеет значение индийский петух Проверим написание пропущенных букв в словах текста Название названием родины привезли ошибочно имеет петух Проверим В этом тексте автор рассказывает о происхождении названия птиц Канарейки и индюка Это текст повествования Подведем итог урока Итак, текст – это высказывание, в котором два или несколько предложений Предложения в тексте объединены общей темой и связаны по смыслу Встречаются следующие виды текстов Текст повествования, текст описания и текст рассуждения Домашнее задание Прочитайте отрывок статьи из журнала Мурзилка А заглавьте текст К какому виду текстов относится этот текст На этом наш урок завершается Спасибо за внимание Здравствуйте, дорогие четвероклассники Сегодня на уроке литературного чтения мы начинаем новый раздел «Зарубежная литература» На страницах этого раздела мы познакомимся с произведениями таких писателей, как Ганс Христиан Андерсон, Марк Твен, Джонатан Свифт И сегодня мы познакомимся с жизнью и творчеством Джонатана Свифта Джонатан Свифт – величайший английский сатирик Родился в 1667 году в Ирландии, в городе Дублине, в семье англичан Воспитанием мальчика занимался состоятельный дядя 14-летний мальчик поступил в один из лучших колледжей Тринити Колледж Дублинского университета, который закончил в 1686 году В результате обучения Джонатан Свифт получил степень бакалавра искусств В связи с гражданской войной, начавшейся в Ирландии Свифт уехал в Англию, где пробыл два года Там он служил секретарем у состоятельного отставного дипломата Который отметил его хорошее знание латинского и греческого языков А также хорошее знакомство с французским А также он отметил его хорошие литературные способности Именно в эти годы Свифт начинает литературное творчество Сначала как поэт В 1692 году Свифт получил звание магистра в Оксфорде А в 1694 году принял духовный сан английской церкви Долгие годы Джонатан Свифт возглавлял самый большой собор в Ирландии Собор Святого Патрика Свифтом был написан роман, ставшим единственным его в литературном наследии Но сделавшим его всемирно известным «Путешествие в некоторые отдаленные страны света» Лемуэля Гулливера Это произведение переиздавалось несколько раз за три месяца И было переведено на другие языки Сегодня мы прочитаем отрывок из произведения Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» Главный герой этого произведения – английский врач, моряк Который попадает в удивительные страны И с ним происходят очень интересные истории Сейчас, ребята, откройте, пожалуйста, учебник на странице 160 И давайте вместе познакомимся с этим произведением Когда Гулливер проснулся, было уже совсем светло Он лежал на спине, и солнце светило ему в лицо Он хотел было потереть глаза, но не мог поднять руку Хотел сесть, но не мог пошевелиться Тонкие веревочки опутывали все его тело от подмышек до колен Руки и ноги были крепко стянуты веревочной сеткой Веревочки обвивали каждый палец Даже длинные густые волосы Гулливера Были туго намотаны на маленькие колышки Вбитые в землю и переплетенные веревочками Гулливер был похож на рыбу, которую поймали в сети «Верно, я еще сплю», – подумал Гулливер Вдруг что-то живое быстро вскарабкалось ему на ногу Добралось до груди и остановилось у подбородка Что за чудо! Чуть ли не под носом у него стоит человечек Крошечный, но самый настоящий человечек В руках у него лук и стрелы, а за спиной колчан А сам он всего в три пальца ростом Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось еще десятка четыре Таких же маленьких стрелков Так, ребята, произошла первая встреча нашего героя С маленькими жителями Велепутии Долго лежал Гулливер на спине Руки и ноги у него совсем затекли Он собрал силы и попытался оторвать руку от земли Наконец ему это удалось Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких крепких веревочек И поднял руку И в ту же минуту кто-то внизу громко запищал Только фанак! В руку, в лицо, в шею Гулливера разом вонзились сотни стрел Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголочки Гулливер закрыл глаза и решил лежать не двигаясь, пока не наступит ночь В темноте будет легче освободиться, думал он Но дождаться ночи на лужайке ему не пришлось Гулливер слегка повернул голову Повернуть ее больше не давали веревочки и колышки А возле самой своей головы увидел только что построенный деревянный помост По ступенькам медленно поднимался на помост человечек в длинном плаще Лангро де Гульсан три раза прокричал человечек в плаще И развернул свиток длиной и шириной с березовый листок Гулливер повернул голову и стал слушать, что читает человечек в плаще Человечек читал громко и долго-долго Гулливер ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой И приложил к сердцу свободную руку Он догадался, что перед ним какая-то очень важная особа По всей видимости королевский посол Прежде всего Гулливер решил попросить у него, чтобы его накормили Он поднял палец и несколько раз поднес его к губам Должно быть человечек в плаще, понял этот знак Не прошло и четверти часа, как сотни сгорбленных носильщиков Потащили по этим лестницам корзины с едой В корзинах были тысячи хлебов величиной с горошину Целые окорока с грецкий орех Жареные цыплята меньше нашей мухи Гулливер проглотил разом два окорока вместе с тремя хлебцами Он съел пять жареных быков Восемь вяленых баранов Девятнадцать копченых поросят И сотни две цыплят и гусей Скоро корзины опустили Тогда человечки подкатили к руке Гулливера две бочки с вином Бочки были огромные, каждая со стакан Гулливер вышиб дно из одной бочки, вышиб из другой И в несколько глотков осушил обе бочки После вина Гулливеру сразу захотелось спать Сквозь сон он почувствовал, как человечки бегают по всему его телу вдоль и поперек Скатываются с боков, точно с горы Шикочат его палками и копьями, прыгают с пальца на палец Ему очень хотелось сбросить с себя десяток другой этих маленьких прыгнов, мешавших ему спать Но он пожалел их, как никак о человечке только что гостеприимно накормили его вкусным, сытным обедом И было бы неблагородно переломать им за это руки и ноги К тому же Гулливер не мог удивляться необыкновенной храбрости этих крошечных людей Бегавших взад и вперед по груди великана Которому ничего не стоило уничтожить их всех одним щелчком Он решил не обращать внимания, и одурманенный крепким вином скоро заснул А человечки только этого и ждали Они нарочно подсыпали в бочки с вином сонного порошка, чтобы усыпить своего огромного гостя Что же произойдет с нашим героем, вам предстоит узнать самостоятельно Конечно, в начале, ребята, это произведение выглядит как забавная сказка Сокращенные варианты первой и второй части с удовольствием читают дети Хотя изначально этот роман-путешествие был создан для взрослых Роман, ребята, это жанр литературы, с которым вы еще познакомитесь в пятом классе Но забегая вперед, хочу сказать, что роман-путешествие – это произведение, в котором может быть несколько действующих лиц Их судьбы переплетаются, действие происходит на фоне путешествия Дома, пожалуйста, прочитайте еще раз «Путешествие в Лилипутию» на странице 163-165 И устно ответьте на вопросы под номером 1, 2 и 3 Это поможет вам узнать это произведение еще лучше На этом, ребята, наш урок закончен Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон»